И вот она, вторая игра на 6G7 номер 27 финалов, которые в первой игре уже коты победили, а теперь против бичей предстоит им второй матч в нашем Бо-3, значит в играх до двух побед. И на этот раз бичи занимают позицию Хеллборна и уже ферстпикнули Кракена, чему я несказанно рад. Апокалипсис, Пакость, Пумбик, Бэйби, Саппорт и Доминатор. Команда бичи, Легион, команда Кэтс, Гесху, Арбиротор, Шайл Стайл, Знис и Кай, и ребята уже ответили варбистам. Интересно, что обе команды согласились играть в ферстпик плюс Хеллборн у одной стороны, то есть Хеллборн. Ферстпик и в первой игре было так, и во второй так же. Варбиста Луна для команды Кэтс. В Хидденбане, Манкикинг и Джерезайя, Офелия и Темпост. Локпик начался с пика Берзеркера, и мы знаем, что бичи играли в этом турнире через Берзеркера неоднократно. Берзеркер плюс импас, это очень хорошая связка. Кракен вообще просто достаточно забытый персонаж в наших турнирных играх, и хотелось бы увидеть его почаще. Ну хотя бы вот разочек мы на него посмотрим. Кракен, Дампир уже два милишника, если будет еще и Берзеркер, то я даже не знаю, будет ли легко Хеллборну вести игру так, как они хотели бы. Кроме Берзеркера, в локпике им также в Рэчитхак, Баблз, Импас, Инженер и Флакс. Все варианты для того, чтобы проведить хороший тимфайт, в принципе, на месте. Мастер Вармс пикнут команды бичи, и я думаю, что это будет саппорт. Вряд ли он перефармливает, будет пытаться Дампира и Кракена. Последний пик для команды Легиона, для команды Кэтс. Задумался Гиз Ху. И это Арахна. Ну, Арахна хорошо переживает Мэджик Раскаст. Арахна очень сильный герой на линии. Кстати, яйцы с Алхами начали вторую игру, и пока что 4-3 ведут, но первую игру уже яйцы проиграли. Попыточка опять сыграть через Мунквин, получится ли у них FF на Драконисе. Интересно. Эмпас была феррпикнута Хеллборном, Эмпас и Берзеркер, как они и планировали им, и достанется. Ну, а Флакс и Врочетхак для команды Легиона. И Флакса мы теперь посмотрим уже с другой стороны. Ну, и команды готовы к своей второй встрече на G7 номер 27 в финалах. Коты, Легиона, Луна, Варбист, Врочетхак, Флакс и Арахна. Ну, как минимум, две хорошие массульты Флакса и Врочетхак у ребят есть, а дальше посмотрим, как они будут что-то показывать. Варбист на Хардлайне, и карбюратор на нем неплохо исполняет. Бичи, Хеллборны, и это Мастер Вармс, Кракен, Дампир, Эмпас и Берзеркер. Просит ремейк, что-то не досвапали куда-то, и ремейк, конечно же, ребятам дадут. Свап ремейк у нас прописан по правилам, соответственно, он, конечно же, будет, и его уже дали. Сейчас, я думаю, пару секунд мы подождем, пока ремейк состоится на тех же пиках. Уже создали, уже почти собрались. А мы давайте на секундочку, наверное, заглянем в команде яиц, пока ребята ремейкают. Битва за третье-четвертое место. Сейчас вот происходит у нас, и пока что ИЦы хоть и ведут 6-5, но Мунквину, я смотрю, гоняют здесь мощно. Пандамония, Перла и Плаграйдер на трипле против Инженера Алуна и Мунквин справляются хорошо, и 6-6 счет сравнялся, а Экспа и Голда прилично за командой АЛХ. Поэтому, в принципе, можно сказать, что ИЦам здесь будет, по крайней мере, точно нелегко. Кипер проигрывает драконницу, вполне логично, FF фрифармит, как и хотел бы. Моа против Дампира стоит, Дампира мы посмотрим сейчас и у котов. Ну, будем мониторить. Понятно хотя бы, что здесь трипла, и с Мунквиной трипла как-то особо не получается. 8 из 10 уже на месте в игре Кэтс против Бичи в ремейке, по крайней мере. Почти все пришли. Продолжение следует... Продолжение следует... Вроде бы готовы. И мы еще разочек сейчас будем стартовать игру G7, номер 27, финалов, вторую игру встречи команды Кэтс против Бичи. Пики те же самые, что, соответственно, которые и были напиканы коты. И еще разочек мы можем назвать их пикой. Это Аллуна, Флакс, Арахна, Вречет Хага и, по-моему... Опять что-то не то достанется команде Легиона. Ну окей, Кай на Варбисте. Кстати, он тоже неплох на Варбисте. Хеллборн, Эмпас, Кракен, Дампир, Берзеркер и... Где же ты, последний пик? Хон решил почему-то музычку поиграть ненадолго. Ну что ж, выбор вроде как сделан. Ребята, давайте поехали. Good luck, фан, хотелось бы пожелать. Но скорее нам, чем им. Они пусть работают, пусть борются в финалах с максимальными силами. Но мы за этим всем будем наблюдать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Доминатор, с апокалипсом будут стоять, наверное, на одной линии. Эмпас плюс Берзеркер. Кракен и Мастер Вармс, кто куда. Как-то с Хардлайном пока не очень непонятно. Изилайн, думаю, что это Берз. Бичи в пятером. Ну, жертву они так сразу себе не найдут. Вармист волком проверяет, нет ли каких-то угроз в собственном лесу. А они есть. Хага вниз, внизу. Пока что против пятерых. Рахна на Мидллайне. Это тоже вполне логично. Вармист, наверное, Харду сходит. Хотя, похоже, что даже... Может оказаться и лесником у нас, Вармист. Да, очень на то похоже. Вармист, похоже, будет в лесу. Вверху у команды Кэтс Алуна плюс Флакс. Достаточно неплохая линия. Амна Рахна с Соло Мид против Дампира и Мастера Вармса. Ну, вообще должна справляться. Внизу импас Берзеркер против Хаги. Хаг тут вряд ли, конечно, Берзеркер у Фарма становится. И Кракен вверху напряженно достаточно будет стоять. Уже надо занимать осторожные позиции. Получил Пауэр Троу Аталуны. Посмотрим, как тут Хага. Работа импаски важна на этой линии, чтобы Хагу как-то отпугивать и... Хорошо харасить. Хотя, переконтролить Берзеркера она, конечно, не сможет. Но все же, Арахна уже хорошо нахарачила Мастеру Вармса. Ну и, в общем-то, коты уверены в двух своих линиях так точно. Верхняя линия у Кракена выиграет Арахна. Есть шанс большой, что Арахна свою линию отстоит. В лес Варбис должен выигрывать. Ну а Хага, если не умрет, то тоже все по плану. Хотя, тут не то, чтобы прям сильно легко. Въезд Дампира болезненный достаточно. О, холодный вес по Кракену. Флакс и Аллу у нас справляются с... Киллом на своей линии. Это первый фраг для команды Легиона. Команда Кэц открывает счет. Муа ждал Рунку и нашел вверху дабл дамедж. Дампир, кстати, без щитка. Арахна может его мощно харасить. Но он зато скоро возьмет банку и чуть полегче ему станет. Попытка ехать по Арахне с дабл дамеджем неплохое, неплохое начало. И похоже, что это будет все-таки фраг для команды Хеллборн. Счет сравнялся 1-1. И дабл дамедж на Муа все же зарешал. Дамеджа было много и этого Арахне хватило. Хаги внизу тоже уже перестало нравиться. Крепы оттянулись к Тауру команды Бичи и Берсеркер приступил к неограниченному фри-фарму. Импас хочет... Кстати, интересно. 4 банки на ману, 9 бобров в импаске было. Волк 4-го левела. Импас найдет. И, кстати, он для нее достаточно такие угрозы. Она будет вынуждена поставить, наверное, какую-то стенку, чтобы себя защитить. Хотя волк от фарма просто не отвлекается. Чего не бьет этим волком, непонятно. Проблемки у Алунки на мидллайне. Алуна неплохо заориентировалась, но все-таки, наверное, фрага здесь не будет. Догонит ли Арахна Мастер-Армса, чтобы попробовать забрать? Нет. Еще и мисс последним ударом. Даже будет дабл-кил. Не очень хорошо. Уже начала складываться ситуация. Команда Хеллборна. Бичи 3-1. Ведут. И мидллайна не выиграли. Теперь еще они его выиграли вместе с Алуной. Что еще круче для них. Ну догонит, нет, догонит, нет, догонит, нет. Флакс против Кракена. У Кракена нет маны ни на что. Он заливается, чтобы пробовать Флаксу отомстить. Флакс, правда, ради этого риска, желание забрать Кракена, только что потратил Хеллспоушен. Но Кракен сейчас накопит на первый скил. И может быть что-то у него получится. Хага. Ой, может и не уйти. От Берсеркера нет, уйдет все-таки. Ну с первого скилла он Флакса не убьет. Надо все-таки идти домой и регениться. Флак с Гоуст Марчерой, регениться и стоять на линии дальше. Кракен к нему пока что не подойдет. Ух, так немного скупились. Варбиста нашли. Флакс чуть помог, но похоже, мне кажется, что Варбиста все-таки здесь погибнет. Да, фраг для Бэби-саппорта на Мастеру Армсе. Четвертый фраг для бичей. И ХПА, и Голда. Хотя нет, ХПА нет, но Голда за ними. Ну, ХПА понятно почему. Есть лесник у Легиона, хотя его только что и убили. Но он не фармит линии, не шейрит ХПУ с другими игроками, соответственно. Легион должен по ХП вести, а пока как-то не очень. Дампир 6-й левел. Это большая проблема и для Луны, и даже для Арахны. Она 2-й лоб скилл не качала, и у нее Мэджик Резиста никакого. Коты сейчас осторожничают, попрятались. И кроме флагса никто себя на линии уверенно не чувствует. У ХАГи тоже не сильно хорошо им. Паска с Берзеркером легко ее все время находит. Будет продолжение еще и по Арахне на миддлайне. И похоже, что Арахну тут должны... Хотя Волк 6-го левела сориентировался, пришел. Дампир пока без скиллов. Улетит. Улетит. Ну, хотя бы так. Волк вышел, помог поменять Алуну на хотя бы кого-нибудь. Хотя Алуна не погибла, Алуна ушла наверх. Арахна взяла 6-й, теперь есть варианты какие-то уже. Странный крип-контроль у Доминатора, вернее, немного. Ну, да ладно, все равно дела у него хорошо. Берзеркер 1-0. 350 гпм. И он практически на уровне с флагсом. Попытка ехать по Мастеру Арамсу скорее всего закончится фрагом. Готово. Дампир хочет ли продолжить Арахна, могла только что сверху даже немного его подультануть. Но решила этого не делать. С Хагой, похоже, опять попрощаемся. Нет, ну на этот раз повезло. А ТПшка все-таки удалось сбежать внизу от угрозы. Стеночка ТПшку не сбивает, только сдвигает с места. Волк сейчас уже возьмет, наверное, Бишлскал. Или он все-таки хочет стимбут сразу. Ну, в общем-то, уже почти хватает и на ботинки, и с Абисоскалом. Тоже неплохо. Да, есть Абисоскал. Наверное, есть и ботиночки. Посмотрим. Да, ботинки Абисоскал. Арахна, седьмой левел. Второй скилл все так же не качает, но прикупила немножко ХП. Против Дампира ему совсем неприятно, тем более у него три эссенции. Он уже злой вампиреныш. Аватарка у него меняется с графа Дракулы на вот такое вот. Именно с тремя эссенциями. Арахна, стимбут. Вот уже тысячу ХП, это поинтереснее. Хага без жизни, но с ультой и с фулл-раскастом, в принципе. Ой, ее видно. Коты, в пятером. Будет ульта Арахны по Дампиру. Дампир попробует отхилиться, но, скорее всего, здесь не выживет. Хотя, может быть, кого-нибудь с собой заберет. Попытка забрать Алуна не была успешной. Дампира забрали. И коты в пятером продолжают драться. Импаска с Берсеркером. Вот это встреча. Кого-нибудь смогут ли догнать? И Рахна будет от него получать. И получает больно. По 190 бьет, конечно, Берсеркер. Хотя, хотя его убьют. Варбист. Хочет драться. И у него это получается. Отлично. Немного даже поджирал там ХП что-то. Попробует с флаг догнать мастер Вармса. И у него это получается. Очень хороший тимфайт провелся с командой Легиона. Потеряли Арахну. Убили многие, включая Дампира. И все хорошо выступили. Плюс 2700 сразу золото. И что еще тоже важно. 4000 практически опыта. Опять спокойствие небольшое. Все пофармить. Берсеркер, кстати, взял себе уже Элдер Паразит. И сейчас, мне кажется, Хага будет умирать. Да. Счет 8-8 сравнялся. Флагс сейчас, по идее, догонит Кракена. Даже после его пробежки. Флагс на гастах. Да, Ultimate Warrior уже. Карбюратор 4-0-4 у него на флагсе. В этой игре он пока что один-единственный бессмертный. Надолго ли? Непонятно. Но фарм у него хороший. ХП у него много. Забрать его сложно. Уже и Кай там как-то более-менее. 300 плюс ГПМ. Удалось про антивардить. И Луна, кстати, очень осторожничала. Понимала, что если что, Дампир может по ваду запрыгнуть по ней. Поэтому он максимальную дистанцию держал. Ох, сейчас мы, похоже, будем приветствовать импаса всеми остальными. Тут трое на четверых. Хага ультанула. Но попала только в одного. Неплохой Пауэртроу. Но догнать, наверное, никого не выйдет. Волк без ульты. Внизу Риген. Хага может его забрать и попробовать кого-то догнать. Да, Моа, мне кажется, должен умереть здесь. Хотя Моа не самый главный. Дампира убили импаску, тоже убьют. А вот Мастер Вармса получит рядогнать. У Хаги нужно 200 маны, чтобы блинкнуться и дать фанционар. Хотя здесь блинкнуться и дать тычку. В принципе, хватило бы. Но рядом уже есть Берзеркер. И он... Отмен от ЭПшки. Опять хочет Флакс подраться с Кракеном. У него это получится. Да, Берзеркер по привычке забирает очень быстро Хагу. Получится ли ему подраться с Варбистом? Непонятно. Варбисту это очень все не нравится. Пока закончится ульта, нужно убегать. Хотя Берзеркер очень быстр. Но эта быстрота уже закончилась. Волк. Нужно пересоздать Волков, но... Беда, не хватает маны. С собой лучше не бежать. Не, Берзеркер и Волки уже не забьют. Ух, Пауэр Троу от Ауны был очень близок. Флакс продолжает фармить. Денег много, 440 ГПМ у карбюратора. И, скорее всего, это в скором времени уже будет ФВС. Фростфилл Фрост Вольф Скул, который работает на любые его скиллы. Что на ульту, что на второй скилл. Вчетвером с ультой Флакса. С помощью ульты Флакса забирают, ребята, Эмпаску. И, может быть, даже и Тауэр. Хотя, Фортификейшн. Опа, вот он, вот он, Ганг. Флакс неполный, но 1100 ХП у него есть. Попытка его забрать одним дампиром, скорее всего, не будет. Успешное хорошее замедление. Достанет ли Берзеркер своей маркой? Да, достал. Теперь Берзеркер уже очень быстро. 522 муспиды. И Флакс не переживет этого. Пумбик делает килл. На карбюраторе забирают с него почти 400. Почти 500 даже голды. Внизу коты, правда, отомстили. И заберут и Тауэр. И фрагнули Кракена. Может быть, Мастер Вармса тоже догонят. Хотя, скорее, нет. Спериал-киллер! Бестанец! Гиз ху! Пауэр-троу-чиком забирает. Бэйби-саппорта на Мастера Вармсе. Все разлетелись, и дампируй здесь сделать больше нечего. Что там, Флакс скоро живет. Пойдет, наверное, обратно свою линию наверх. Но Берсеркер достаточно опасный в этой игре. А Луна, кстати, Лекс-Толевого не скупила. Айтем, напомню, который недавно появился. И снимает себе и врагу Армор. Берс кого-то одного, похоже, не боится. Флакс никак не может ему сбить. Телепорт, и он улетает. Волк, правда, тут тоже не растерялся. Там пошел в пуш, похоже, Волк Акай. И это даже, похоже, будут пазлбоксы. Запушил Миддл Тауэр. И добыл своей команде еще денег. Которых и так немало. 8600 преимущество по золоту. И 8700 по опыту команды Кэтс. И это достаточно хорошая и весомая цифра. Рахна. Просто немного ХП. Пазлбоксы на Волке появились. Тауэр будет за динаем. Не совсем удачно улетанул Флакс. Но все равно получилось забрать сейчас Тауэр. Но Бичи здесь с большим составом. Флакса заберут точно. Похоже, что заберут и Арахну. Арахна успела купить себе Халмуду Блэк Лиджин, между прочим. И все-таки погибает. Карбюратора заберут тоже. А Луна, мне кажется, тоже зря. Зря пришла сюда потусить. Стан по двоим. Готово. Но выжить не получится. Даблкил для Дампира. Один фраг для Берса. Варбист с пазлами и с Хагой. У Хаги будет ульт. Но мало маны. Ой, зря. Тут такие сладкие, на самом деле. Если бы у Хаги была мана, тут бы точно один, а может даже и два фрага. Варбист пока без ульты. Дампир отхилялся ультой. Какой молодец. Напрометчивое решение от Хаги. Никак варбист ему не сможет помочь. Скорее только еще и сам уныреть. Даблкил и ультимейт вориор для Доминатора. И коты не готовы были просто к Берсеркеру. Они рассчитывают, наверное, на что он способен. 2400, кстати, денег уже у Доминатора. И что же будет в следующем? В принципе, там инсанитариусы хорошо заходят. Хелмута Блэк Лиджены хорошо заходят. Ему вообще все, что дает ему ХП. Отлично. Отлично. А лунка не может. К сожалению, нормально за антивардит от Вардена. Его, похоже, не видит своим вардом. Или видит. Вот же вард, что он не видит, что ли? Да, похоже, не видит. Ну, а инсанитариус-таки купил Берсеркер, как я и предположил. И он уже еще более домашний. Флакскор ФПС. Ох, на мидлайне въезд на пирс. Дабл дэмажем очень больно раскасовывает врачская горочка. Как ничего не может сделать, хотя попробуют продолжить под ампиру. И даже с ультой мастер-вамса его легко забирают. Моа, тоже здесь достаточно напряженный зеркал. А вот и Берсеркер с импаской вместе. Ох, 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 ох. А Луна тут тоже, похоже, не уйдет. Воу, конечно, как дамажит Берсеркера с импаской вместе, то вообще просто что-то с чем-то. Флакс, правда, не растерялись и пронес Т2 Тауэр. А Волк собрал вторые пазлбоксы и, наверное, сейчас пойдет, понесет не спеша вверх. Кракен, конечно, тут совсем бедняга. Действительно, 123 ГПМ у него, и это маловасно. Еще с деньгами у Хеллборна, кроме как у Берсеркера, у всех не сильно хорошо. 9 тысяч золота почти они проигрывают котам по общему, общекомандному, так сказать, подсчету. И можно даже глянуть, мы можем посмотреть и сказать о том, что они заработали всего 26 тысяч денег на всех. Ну, а коты, соответственно, 35. Ганг-отряд спалился на варде всей толпой. Флакс взял ФС. Две 100 хп. Ну-ка, там, наверное, стоило бы задефать этот 6-й один Тауэр. Флакс улетает. Хага тоже, наверное, должна уходить. Хотя лучше бы, мне кажется, команда собралась. Третьи пазлы. И с пазлами этот Тауэр умрет просто моментально. Если бичи сейчас заиграются, то они от Волка, мне кажется, и хайграунд потерять могут. Да, и Волк не юзает пазлы, похоже, на вот этот Тауэр их хочет оставить. Волк сверху, остальные коты на мидллайне. И этот Т1 Тауэр, они, похоже, поменяют на 2 Т2, а может быть, даже и на ХГ. А, Волк ждал рет... Вот он что, ждал. Ну, Волки, пазлы, баф демеджа. И мы смотрим этот Тауэр просто, просто... Очень быстро. Не, ну, Берсеркер долго может нагнаться за Волком, но... Хотя, хотя, очень больно Волку, и он погибает. Доминатор делает еще один фраг. Ну, как бы, то, что он умер, это не сильно хорошо, ведь он только что, по сути, мог забрать Т3 на мидллайне, на верхней линии. Мог, как бы, пожертвовал все так же своей жизнью, но этот Тауэр упал бы. Берс, купил ПК. Настолько Хаг ему не нравится. Пауза от команды Хеллборна, и даже не знаю, может быть, бичи подглядывают за стримом сейчас. В стриме видно, что вот шесть минут назад они проигрывали десять тысяч золота. Ну, в общем, они это должны понимать, что угроз много все-таки их победе. И как-то старательнее немного надо относиться. Хотя это мы еще не видели ульту Кракена, по сути. И, в основном, такого тимфайта, бурного, тоже пока не получилось. Палх против Итсов. Итси вторую игру... Тоже проиграли? Или это первая игра? Так, я сейчас ничего не понял. Неправильная статистика записана. Так, игру с Монквин мы начинали смотреть сейчас, и... Итси ее проиграли. А что же они играют сейчас? А ничего уже не играют. На 2-0 мы проиграли Итси команде АЛХ. Поехали! Абсолютно доминист! Ну, Берст, конечно, адская боль для всяких Алун, которые никак ничего с ним сделать не могут. Угу, ну, Волк хоть Мастера Вармса нашел и съел. Берст истакнул, и Хагу испугал, можно сказать. Что там, кстати, ему летит? А, это... Импаски брел и Ринго Сорсери. Берстеркер очень рад этому. Опять у него нормальный денег. Он уже обогнал всех по голде. Флаг с ультой чисто профилактически, похоже, чтобы просто видеть, где враги. Всего немножко всех. Статова немного инты, чуть-чуть армора. Очень хорошо. Ну, на самом деле, это, похоже, будет Барби Дармор. И против Берстеркера это действенное средство. Остался вот этот Тауэр пронести котам. Ну, а Хеллборн пока кверху даже не приступал. Там Т1 Тауэр стоит. Кракен, хотя бы стимбусты за 25 минут купил. Он до сих пор пытается выбраться из саппортерского ГПМ. А тут у всех по 150. Волк нашел Мастер Вармса. Не сильно получилось. Опа! Вот и Кракен по врачу Тхаги. Как же врачу Тхагу забрали. Но она, правда, успела добить. Что же будет с Кракеном? Кракену... Больно! Ох, хорошо! Очень скрылась Луна. И похоже, что заберет и... Дампира и даже Кракена вместе. Теперь уже и Берсеркер не такой крутой, когда рядом куча других врагов. Куча врагов. Он не сам, да? И Берсеркер, и импас. Это, можно сказать, геноцид. Хеллборн, конечно, выкупился Дампир, поэтому геноцид не проанонсил анонсер. Но геноцид удался. За одну врачу Тхагу забрали всех. Дособирал Барбит. Флакс. Волк. 800 копеек до Шанкин. Хода-да. Для Котовы это, конечно, не очень легкая игра, но это вот так вот, когда Берсеркер не дергает всех по одному, тимфайт потенциал у них очень неплохой. Скорый Хаг что-то купит. Тоже клево. Волка, похоже, отговорили от Шанкина. Похоже, это будет все-таки Башер. Была у меня сейчас такая шальная мыслишка, и, наверное, его волк я будет покупать. Потому что мне показалось, что Вархаммерта он продал. Или нет, или да. Ну или и то, и то. На самом деле и то, и то ему бы не помешало. Берс Криты. Первые, но все же неплохо. Мы видели, что с ультой он бил просто так по 390, а сейчас же с критами это будет, ну, собственно, 400, 400, 400. Берсеркер, но он тоже должен добить. Новая марка. Да. Даблкил для Доминатора, и еще немножко денег для Берсеркера. Это очень больно. Вот так подставляться, конечно, с вами хорошо. Волк, очередная попытка забрать Т3, но на этот раз, я думаю, уже успешно. Да. Толкалка на Флаксе. Что-то я, правда, Барбит не вижу. Еще одни криты купил. Еще даже двое, что ли? Нет, вторые. Флакс, Барбит и толкалка. Ах, Барбит. Ах, Барбит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...